Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости, ребята. Сегодня у нас с вами проходит очередное мероприятие из цикла «Новосибирск. История нашего города». Чему же посвящено это мероприятие? Оно посвящено очень важной, хорошей, красивой дате, 30-летию со дня выпуска первого номера газеты «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области». Эта газета была с нами в течение 30 лет. С 1991 года, 11 февраля, вышел первый выпуск этой газеты. И вот она 30 лет рассказывает нам о самых разнообразных ситуациях, которые происходят в нашей общественной жизни. О политике, о социальных примерах из нашего общества. Она рассказывает нам новости и всегда вводит нас в курс самых важных, интересных дел, которые проходят у нас в Новосибирской области и в городе Новосибирске. И сегодня наша встреча посвящена такому знаменательному событию. И, конечно же, мы пригласили на нашу встречу главного редактора газеты «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области» Елену Геннадьевну Квасникову. Мы пригласили ведущих журналистов этой газеты, Марину Шабанову и Виталия Асоловова. Без них наше мероприятие не так бы играло. И сегодня ведущий бессменный цикл «Новосибирская история нашего города» — это Владислав Геннадьевич Кокаулин, профессор исторических наук, который у нас уже третий раз проводит такое вот хорошее мероприятие, которое посвящено интересным событиям, белым датам в истории нашего города, о котором мы рассказываем вам всем. И еще это мероприятие будет у нас выставлено в Ютубе, и передайте всем желающим посмотреть его, потому что действительно вы открываете новое с каждым таким вот мероприятием. А теперь я слово передаю нашему бессменному ведущему Владиславу Геннадьевичу Кокаулину. Добрый день, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем работу нашего проекта «Новосибирская история нашего города». И сегодня у нас действительно знаменательное событие — это 30 лет газете «Ведомости законодательного собрания». Но еще одна дата — 115 лет, первой газете, которая вышла в нашем городе, ровно 115 лет, 30 марта 1906 года. Именно в этом здании, где сейчас находится областная библиотека, находилась первая типография в городе Новониколаевске. И Николай Павлович Литвинов 30 марта 1906 года, 115 лет назад, отпечатал здесь первую газету, она называлась «Народная летопись». И эта газета с перерывами выходила до 1917 года. Газета была о разных событиях и о политической жизни, но больше о бытовой жизни горожан. Что волновало горожан, что происходило в городе. Разные события и мероприятия описывались. Но если мы вспомним с вами очень кратко историю прессы Новониколаевска, до революции у нас выходило 10 газет. Но, правда, они не все одновременно, в разное время одни закрывались, другие открывались. Это газеты такие, как «Сибирская речь», это газета партии конституционных демократов, это газета «Голос Сибири», социал-демократическая газета, «Голос Аби», «Обской вестник», «Алтайское дело», «Обская жизнь», «Обь». «Сибирская новь» и «Сибирский коммерсант». Вот 10 газет, которые у нас выходили в разное время до революции. Причем характерно, что городской голова Беседин одно время жаловался губернатору, что в газете про него пишут не очень хорошо, критикует его газета «Народная летопись». Но потом он убедился, что газета играет важную роль в жизни города, она оказывает влияние на горожан. 35 тысяч человек, население города, по нынешним меркам не такое большое, в те времена это достаточное количество. И тогда он сделал очень просто. Он сказал, что в городском собрании специальный стул поставили, который никто не мог занимать, кроме корреспондента газеты «Народная летопись». Он приходил туда, садился на заседание городского собрания и записывал. Потом в газете публиковал материалы о том, что обсуждает городская дума, какие решения принимают и какие хорошие у нас руководители города. После революции ситуация, в годы революции гражданской войны у нас тоже издавалось меньше газет, но тоже издавались газеты. И в 19-м году, 1 октября 1919 года, выходит такая газета, как «Советская Сибирь». Она вышла в Челябинске, потом переехала в Омск, и ровно 100 лет назад, в 1921 году, вместе с Сибривкомом, она переехала сюда, к нам, в Новониколаевск. И уже с тех пор, вот 100 лет, эта газета издается. Ну, у истоков этой газеты стояли такие видные, известные деятели, как Емельян Ярославский, Вениамин Вегман, это академик Майский стоял, писатель Всеволод Иванов. Кроме этой газеты, в 20-е годы еще было много газет, и большевик был. Появилась первая молодежная газета, называлась она «Молодая деревня», и вторая газета «Молодой рабочий». Потом они объединились в большевистскую смену, потом она стала называться «Сталинская смена», ну и, наконец, после 20-го съезда, она стала называться «Молодость Сибири». В 1958 году у нас в городе появляется еще одна газета, которая существует и до сих пор, это «Вечерний Новосибирск». Ну, если газеты прежние были все-таки областного масштаба, ну, губернского, потом областного масштаба, то «Вечерний Новосибирск» был посвящен жизни города. Вот рассказывал о том городских событиях, театральные афиши, о жизни города. Иногда критически выступала эта газета, не всегда это нравилось руководителям, иногда газету заставляли критиковать тех или иных деятелей, те или иные мероприятия. В частности, «Вечерний Новосибирск» критиковал выступление Галича, известное в «Академгородке» в 1968 году. И еще одна газета появляется в эти же годы, когда у нас создается Сибирское отделение Академии наук, газета «За науку в Сибири». Ну, сейчас она называется «Наука в Сибири» газета. Вот это газеты, которые в советское время, ну, определяли, собственно говоря, лицо нашего города. Ну, характерно, что «Вечерний Новосибирск», за ним стояли в киоске, очередь занимали, чтобы купить свежий номер газеты «Вечерний Новосибирск». Настолько она была популярна и интересна. 90-е годы приходят, и с 90-ми годами у нас в Новосибирске появляются десятки новых газет. Из них, ну, назвать, наверное, самые крупные, их больше десятка, несколько десятков, но некоторые газеты выходили буквально один, два, три номера и исчезали. Во-первых, у нас возрождается газета «Сибирская жизнь». Эта газета издавалась в Томске, но потом решено было издать ее в Новосибирске, возобновить издание дореволюционной вот этой томской газеты и попытаться освещать жизнь примерно в том же ключе, в каком освещалась сибирская жизнь, томская, жизнь Сибири. Появляется такая газета, как «Красный проспект». Газета необычная для того времени. Почему? Потому что в советских газетах, например, не писали о криминале, не писали о происшествиях, мало писали о жизни звезд, а газета «Красный проспект», она была посвящена как раз этим темам. Кроме этого появляется специальная газета, которая шокировала очень многих. Газета называлась «Момент истины». Там рассказывали о происшествиях каких-то уголовных, хроника была. То есть газета такая предваряла вот эти сериалы типа «Бандитского Петербурга» и другие, которые уже потом позже появились. Кроме этого появилось огромное количество у нас газет делового направления. Ну, первая газета – это была «Деловая Сибирь», потом появилась газета «Российская Азия», которая описывала деловую жизнь, там фондовые рынки, акционерные общества, бурно развивалась экономическая жизнь, и она освещалась вся в газетах. Появилась первая газета для детей и подростков, называлась она «Рост». Просуществовала она тоже недолго, но печатала интересные материалы вот для школьников и для младшего и среднего школьного возраста. Газета появилась «Новая Сибирь», которая своим девизом взяла «За умную власть и честный бизнес». Ну, газета до сих пор существует, правда, сейчас она немного поменяла формат. Еще одна газета общесибирского формата – это «Честное слово», которая тоже освещала события в рамках всей Сибири. Ну, темы – деньги, власть, безопасность, религия, семья, здоровье и развлечения. Были у нас и партийные газеты, и существуют до сих пор. Газеты, которые издавали вузы, газеты, которые издавали учреждения, заводы и предприятия, некоторые газеты издаются до сих пор. И вот как раз вот среди этих газет 30 лет появляется такая газета, как «Ведомости законодательного собрания». Ну, она первоначально называлась «Ведомости Новосибирского областного совета народных депутатов». Значит, что освещала эта газета? Вот у меня перед глазами первый номер передо мной, можно его посмотреть. Кстати, здесь в областной библиотеке полностью все номера этой газеты. Можно посмотреть от первого и до самого свежего. Полная коллекция этих номеров. Значит, здесь приветствие, здесь интервью с председателем Новосибирского областного совета народных депутатов, «Мухой». Здесь проблемы описывают дефицита, проблемы талонов, проблемы того, как решать другие проблемы, бюрократию критикуют, описывают жизнь зарубежную. Такие темы интересные. Критика времен Леонида Ильича. Вот я расскажу все, как было. Это Юрий Чурбанов, «Взять Брежнева». Он как раз описывает свои впечатления о том времени. И он здесь пытается оправдать, что не он сам возвышался и дорос до самых высших постов, а это двигали какие-то силы, которые влияли на Леонида Ильича Брежнева. Проблемы инфляции, о том, как планировать семейный бюджет, проблемы города. Маргарет Тэтчер, известный деятель «Железная леди». Бизнес. Небольшие здесь рекламы появляются. Это новое. В советских газетах рекламы не было. Программа телевидения тоже. Но это и привлекало людей тогда покупать эту газету, потому что программу телевидения тогда не было электронных средств. Ее читали. Либо специальная выходила отдельно, газета называлась «Программа телевидения», либо печатали газеты. Ну вот, ведомости стали печатать программу и этим самым привлекать себе читателей, потому что первые газеты надо было, ну, собственно говоря, читателей своих набирать. Это сейчас уже все знают эту газету, круг читателей сложился. Какие еще проблемы основная была? Вот что освещается в ведомостях законодательного собрания, и почему эта газета очень важна для историков? Дело в том, что то законодательство, которое существовало в советские времена, оно в 91-м году оказалось неприложимо к новой ситуации. И областной совет депутатов, у него была огромная работа проделана в начале 90-х годов. Это, собственно говоря, создать с нуля законодательство для Новосибирской области. То есть те законы, по которым Новосибирская область будет жить. Я помню эти времена, когда шли бурные дебаты, большая работа, там до ночи депутаты спорили, какие нужны законы. Но, тем не менее, эти законы принимались. И вот ведомости Новосибирского областного совета народных депутатов, они писали вот о этих законах и рассказывали о той большой работе, на самом деле, хотя и не всегда заметной, не всегда оцененной, которую проделывали для депутатов, чтобы у нас быстро Новосибирская область вошла в правовое пространство и стала жить уже по понятным, прозрачным, логичным законам. И вот заслуга ведомостей, то, что они этот процесс очень детально и хорошо освещали. То есть можно посмотреть, как работал тогдашний совет депутатов. Но газета, она более широкий круг занимает. И сейчас вот другие темы, те проблемы, как развивалась газета, мы передадим нашим коллегам из ведомости законодательного собрания, которые расскажут о том, как газета развивалась 30 лет, это большой срок, и уже огромный опыт, и интересные находки. И я с удовольствием передаю слово ведущему обозревателю газеты Марине Шабановой. Меня слышно, нет? Я понимаю, почему мне передаю микрофон, потому что я работаю в газете ведомости с 95-го, 4-го, точнее даже года. Это половина моей жизни, половина биографии, и большая часть творческой жизни. То есть я пришла в газету, которая существовала чуть меньше 5 лет, и первый юбилей встречала вместе с газетой. Это был Дом актера, где мы отмечали так очень весело в камерной такой обстановке. К нам пришли герои, мы их пригласили и рассказывали о своих героях. Что касается законов, знаете, такое замечание очень интересное. Дело в том, что Новосибирская область часто опережала федеральное законодательство. В нашей области принимались законы, первые, например, устав Новосибирской области, за который долго воевали депутаты. Потом такой закон, как закон о молодежи был принят у нас, закон о поддержке сельхозпроизводителей. А потом мы только принимали федеральное соответствие, то есть вносили изменения, чтобы наш закон отвечал федеральному. То есть мы были первыми законодателями по многим вопросам. Новосибирская область, такой демократичный очень регион, и в этом плане была на передовой. Я хочу обратить ваше внимание, вы держите газету, она состоит из двух тетрадей. И первая тетрадь, о которой говорили сейчас, это законодательная деятельность, это депутатская деятельность и деятельность министерств и ведомств. А вторая тетрадь, это общечеловеческая, так скажем, самые разные темы. И нам, коллективу, газеты, всегда хотелось рассказать о самом интересном. Поэтому мы привозили из разных командировок, находили разных интересных людей здесь, в Новосибирске, и продолжаем это делать с большим интересом. За то время, в которое я работаю, в газете коллектив менялся не раз. И, знаете, были времена, когда нас хотели закрыть. Ну, по разным причинам. В первую очередь, конечно, экономическим. И вот это ощущение того, что вот-вот что-то такое произойдет, заставляло нас с еще большим рвением работать, быть интересными нашим читателям, быть нужными для депутатского корпуса. В связи с этим мы старались быть все время на гребне волны. И я, ну вот, из тех, кто старался это делать, в 95-м году, когда началась чеченская кампания первая, я выезжала в Грозный с поезда матерей. Была такая совершенно невероятная история. Когда началась война, военные действия были введены в войска. Большая часть населения была против. И вот такое вот сопротивление, что называется, на местах, оно вызывало в том числе и поддержку и у властей, и у депутатов. И российская железная дорога пошла навстречу матерям, которые не знали, что происходит с их ребятами на фронте, живы они или нет. И был сформирован такой поезд солдатских матерей через всю Россию. Матери ехали в надежде найти своих сыновей, узнать о их судьбе. И вот этот поезд формировался в разных городах. У Томска был свой вагон, у Сибирска, у Омска. Нас снабжали какими-то продуктами, потому что это было время просто тотального дефицита. Мы приехали в Грозный, когда он был в руинах и стоял дворец Дудаева, так называемый дворец Дудаева. На самом деле это здание КПСС республиканского. Он был разгроблен, потому что уже месяц шли боевые действия. И вот по пути сибирской бригады меня вел прапорщик шахбазов. Мы шли по тем самым улицам, по которым освобождался от бандформирований город. И разговаривали с местными жителями, которые вынуждены были существовать как-то между двумя бандформированиями и советской армии. И каждый раз они выходили, когда приходило очередное формирование к ним во двор, они выходили, поднимали руки и объясняли, почему, собственно, они здесь еще находятся, в центре Грозного. А год спустя я приезжала туда уже тоже с группой матерей, но мы прилетали. Мы прилетали на самолете, была журналистская компания и, опять же, общественное движение женщин, доброта. И тут уже мы разыскивали конкретных ребят. Кого-то нашли, кого-то нет. И это была, конечно, совершенно трагическая поездка. Об этом сделано было несколько репортажей. Из своих интересных поездок тот же 95-й год, первый год моей работы, могу... Ну вот у нас был... У нас просто всегда нам везло на редакторах. Приходишь и говоришь, вот у меня такая есть идея. Хорошо, мы тебе поможем. Давай, собирайся, мы тебя поддержим. Елена Геннадьевна у нас, редактор, такой же творческий, всегда поддерживает, всегда любой проект с большой самоотдачей и сама участвует, и нас в этом смысле очень хорошо поддерживает. И из тех поездок вот 95-го года еще было участие в поисковой экспедиции, мы ездили под Ленинград и поднимали пропавших без вести, если вы знаете такую тему. А еще одна поездка, значит, в осеннюю свою отпускную компанию, я ездила в Джунгарию, мы искали снежного человека, мы буквально шли по его следам, то есть мы видели эти следы. Так что журналистская деятельность, она работа и творчество, она приносит массу положительных эмоций, хотя, конечно, не без каких-то трудностей. На самом деле это серьезный труд, потому что одно дело собрать, рассказать, просить, нужно сесть, написать. В общем, я передаю коллегам. Я хотел сказать, что у нас приготовлено за три самых интересных вопроса, три подарка, поэтому если у ребят есть вопросы, вы не стесняйтесь их, задавайте, возможно, это будет даже интереснее, чем слушать наши монологи. Сейчас на нашем сайте ведомости НСУРФ, если будет время, загляните на него, посмотрите, мы запустили такой проект. Каждый журналист пошел, у нас есть вот эта вот тоже подшивка в редакции, выбрал себе 2-3 года жизни газеты из 30 лет и делает, собственно, полосочку, например, в номере, который вы взяли, там мы дошли до 1996 года, и он выбирает самые интересные заголовки той поры, самые интересные какие-то фотографии, проекты, материалы, и в целом вспоминает, чем жила страна, и чем жила область в тот или иной год. И в течение 2021 года мы так проведемся по жизни газеты с самого начала и вот до ее нынешнего состояния. Плюс хочу еще обратить тоже внимание, что очень резкие происходят, резкие изменения в дизайне газеты происходят примерно каждые 5 лет. Это такой период, за который визуальное насыщение газеты устаревает, и ты вынужден садиться, разрабатывать новую верстку, новый дизайн газеты, поэтому и логотипы, и подача материалов в целом как раз 5-6 раз они и изменились. Поэтому если поднести современную газету к газете, которую мы открывали, самую первую, это все совершенно другое. А при этом, когда смотришь 2-3 номера подряд, кажется, что ну что там, газета да газета. И именно вот когда ты берешь газету с интервалом 5-10 лет, тогда ты понимаешь, что как быстро, собственно, наша жизнь меняется, как она кипит, и как она и в визуальном своем воплощении меняется. Еще поразило нас, вот когда мы стали верстать газету за 90-е годы, это, конечно, многословие журналистское. Так много писали журналисты, каждую мысль уже 3 раза, они ее и так провернули, и так. То есть человеку современному практически невозможно уже читать журналистику 90-х, потому что у вас будет постоянное ощущение, да мы поняли, все, да, поехали дальше, побежали дальше. То есть сейчас мы все-таки бежим, мы торопимся, мы хотим на одной полосе 5 дать материалов, 6 материалов. Тогда же в этом смысле журналист был более более расслаблен, вот это многословие, оно допускалось, можно было на одну тему рассуждать, вот на целую, собственно, на полосу рассуждать вольготно и не торопясь. Что касается даже штатного расписания газеты, это любая газета, собственно, мы тут как срез любой газеты, да, вот рожденные, пережившие 90-е, нулевые и выжившие сейчас. В богатые времена газета могла содержать 30 человек в штате, то есть платить им белую заработную плату, отправлять их в командировки, выплачивать отпускные, больничные, 30 человек. Сейчас, собственно, работы намного больше, чем делали 30 человек, но делает ее 18 человек. И это, собственно, так везде, то есть интенсификация труда и производительность труда возросла многократно. плюс, безусловно, если кого-то из ребят интересует вообще, как развивалась журналистика в России в целом, то, конечно, журналистов подзажали сегодня в крайне узкие рамки, то есть свободы у журналиста практически не осталось. Романтический образ журналиста, он еще докачевывает из 90-х, этот образ будет очень сильно трансформироваться, потому что вот та свобода, когда ты пишешь без оглядки на фамилии, без оглядки на ситуации, без оглядки на оскорбишь ты кого-то, заденешь ли кого-то, это все осталось, к сожалению, ну, по мне-то, к сожалению, кому-то может быть, кто-то может быть скажет, что нет, зато журналистика стала очень ответственной, но это все осталось вот в нулевых, сейчас такого нет, то есть практически каждый год один, а то и два закона принимается Государственной Думой, которые ограничивают и ограничивают права и свободы журналистов. Виталий еще что-то добавит, Виталий у нас тоже историк по образованию и ему довелось на сцене проводить наш 30-летний юбилей, поэтому он смелый, он тоже что-то добавит, он из нас самый свежий сотрудник, вот из нас троих. Какие-то свои впечатления, да, Виталий? Так, ну, действительно, я пришел в эту газету ровно пять лет назад, в феврале 2016 года. Почему это так хорошо запомнил, что буквально через две-три недели после моего прихода газета приняла как раз вот такой облик нынешний, который вы сейчас видите. Вот, ну, на мою долю, конечно, не выпало столько интересных командировок и приключений, как у Марины Шабановой. Вообще, за эту пятилетку мы уже пределов области не покидаем, можно сказать, выезжать куда-то далеко не приходится, но, наверное, ни одного района, ни одного более-менее крупного села нет, где наши корреспонденты бы не побывали. Вот, потому что регулярно приходится выезжать и сопровождая наших депутатов и освещая, соответственно, их деятельность на округах и просто в какие-то интересные места. Например, года три назад, если не ошибаюсь, я ездил в Колыванский район, в село Юхтара, где делается такой замечательный музейный проект «Усадьба Чацкого татарина». И получился довольно-таки интересный материал. В общем, тоже довелось в общении с людьми, которые создают этот музей, узнать очень много интересного тоже о людях, которые здесь живут, об истории нашей области. В целом, получается, за каждым журналистом нашей газеты закреплена какая-то определенная сфера деятельности внутри самого ЗАГСобрания. То есть наши депутаты работают в разных комитетах. Несколько комитетов есть в ЗАГСобрании. То есть комитет социальный, комитет по транспортной, промышленной, информационной политике, комитет по строительству, есть еще несколько комиссий. За каждым из корреспондентов закреплены определенные комитеты. Вот в частности я отвечаю за работу комитета по строительству жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также за комиссию по экологии, которая у нас сформирована была в нынешнем уже созыве совсем недавно начала работу, и комиссии по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами. Марина Шабанова соответственно работает с комитетом по культуре, образованию, молодежной политике, науке, что там еще туда входит. В общем, самый такой многопрофильный комитет у Марины. Вот. Ну и кроме того, естественно, каждый из корреспондентов работает, пишет и на другие темы, которым, соответственно, более влечет его душа. То есть для меня, вот, например, такая сфера, это сфера науки. То есть я часто езжу в Академгородок, рассказываю о жизни наших научных институтов Сибирского отделения Академии наук. стараюсь узнать как можно больше о том, что там делается, какие интересные разработки делают наши ученые. Вот. А Марина, она у нас скромная, она никогда не скажет о том, что она, наверное, одна из самых сильнейших культурных обозревателей вообще Новосибирской и Новосибирской области. И за счет интересных интервью с деятелями культуры, театра и так далее. За счет рецензий на театральные постановки и вообще освещение всей этой театральной жизни, наверное, ведомости, благодаря Марине, одна из передовых газет тоже в этом плане Новосибирской области. Ну и в принципе у каждого из наших журналистов тоже есть такая вот своя изюминка. И поэтому читатели, когда к нам звонят, обращаются, часто просят позвать к телефону того или иного конкретного журналиста. То есть для них важно услышать именно конкретное лицо, конкретную фамилию. Это на самом деле очень приятно. То есть мы понимаем, что люди нас читают, люди воспринимают нас не просто как некий информационный бюллетень, а деятельности депутатов и сборник законов. Хотя, кстати, свеже текущее законодательство мы тоже на самом деле уже не печатаем. Но, по крайней мере, до недавнего времени мы печатали. То есть с текстами новых законов всегда можно было познакомиться на наших страницах. вот. Ну, Елена Геннадьевна, вот как такой опытный капитан ведет нас по всем этим бушующим морям этого информационного моря в тех условиях, когда компасы очень часто сбиваются на самом деле благодаря нашим заклятым друзьям из Государственной Думы и не всегда понятно, в какую сторону надо правильно плыть, чтобы действительно на что-то такое не нарваться. Но, по крайней мере, у нас вот это получается. Ну, смею надеяться, что получается. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, еще несколько слов, конечно, о газете. Газета действительно 30 лет менялась. Но ведь менялось и наше общество, менялся наш город, и менялся очень стремительно. И, если вы хотите посмотреть, вот, написать историю города, представьте себе за последние 30 лет, то ведомости законодательного собрания, это будет, безусловно, газета, которая освещает разные стороны. Это не только законодательство, это повседневная жизнь нашего города, это важные события нашего города, это отклик на те события, которые волновали в то или иное время горожан. Вот, революция 17-го года, обсуждалась в 17-м году, и в газете появляется материал, посвященный революции. Какие-то еще годовщины, какие-то крупные события в городе, и в газете появляется материал. Газета пишет не только о городе, но и о тех удивительных жителях наших сел, порой у нас немецкое село есть в газете, однажды был интересный очень материал про село, где живут российские немцы, как они живут до сих пор, как они сохранили свою культуру, что у них есть удивительного, как они создали свой музей, и как они передают свою культуру. Но если говорить о немцах, у нас была газета одно время, тоже в 90-е годы, специально на немецком языке издавалась в Новосибирске, посвященная жизни сибирских немцев. Ведомости интересны не только профессиональным историкам, которые занимаются историей города, они интересны всем горожанам, всем жителям нашей области, потому что каждый там может найти материал, культура, спорт, какие-то странички о каких-то важных событиях или мероприятиях, об интересных событиях. И 30 лет, ну, наверное, большой с одной стороны срок, а с другой стороны это молодость, это самое начало, да, и я надеюсь, что и через 10 лет, и через 20 лет, и через 70 лет на столетие газеты будем обсуждать, что же газета писала за прошедшие 40, 50 и 100 лет. Поэтому, наверное, надо пожелать коллегам, журналистам всяческих успехов в их нелегкой действительно работе, сделать интересную газету, это большой труд, это труд корреспондентов, журналистов, труд редактора, труд издателей, чтобы газету было приятно взять в руки и читать. и я очень надеюсь, что вы эту газету получили, номер и будете, так же, как я вот ее читать, я вот читаю 30 лет эту газету уже. Как историк, куда деваться. А можно небольшой вопрос? Да, конечно, пожалуйста. Исходя из того, что газета длит свое существование с 90-х годов, флёр романтики и приключений этих годов, насколько он сейчас как бы за журналистом в профессии присутствует? И можно второй сразу же вопрос. Журналист — это призвание, как приходит в эту профессию? Честно? Честно, честно скажите. Хочется сказать, что 90-е закончились. Просто они закончились. А шлейф немножечко за журналистом этот тянется. Насколько это соответствует? Порой читатели, общаясь с журналистами, с нашими, их герои думают об этой профессии как раз еще руководствуясь теми старыми стереотипами. То есть, например, Марина задумывает материал. И ее какой-то эксперт, ее гость, он может вполне себе считать, что она и две недели может писать этот материал, и три недели. Она может посидеть, вдохновение подождать и так далее. Марине надо утром сдать этот материал. То есть, какое вдохновение? Она не может дожидаться вдохновения. Впереди у нее есть одна ночь, потому что материал запланирован сдать завтра к десяти утра. Поэтому, конечно, вот эти все в книгах нам попадаются образы журналистов, образы романтических девушек, которые ходят, гуляют, вот они гуляют и придумывают, о чем бы и порассуждать в этой своей колонке. Нет, такого нету близкого. То есть, мастерство, умение сесть, написать, скорость, оперативность, аналитика, то есть, профессия сложнейшая, сложнейшая, романтизма в ней практически нет, в ней тяжелейший труд, тяжелейший. Ребята приходят на практику к нам каждое лето. Первый мой разговор с ними как раз вот о том, что нету романтики. Пожалуйста, запомните и труд адский. И когда я рассказываю, какой объем работы за неделю выполняет журналист, вот сегодня журналист 2021 года, у ребятишек, конечно, волосы дыбом просто, просто дыбом, в каком адском труде работают сейчас журналисты. Но у них безусловно окупает это, те счастливые встречи, яркие герои, у которых они подпитываются энергетически. Потому что недаром и Виталий сказал, что он отдыхает, когда пишет о науке. То есть он написал о строительстве, о заседании комитета, он съездил в две командировки, он съездил туда-то, 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 но у него есть свет в конце туннеля, ему и про науку скоро дадут написать полоску, он напишет про науку. То же самое у Марина, то есть очень много рутины, чтобы поспеть за информационной картиной, всю ее отразить, и за неделю все выдать, кого-то обогнать, успеть. Я немножко позволю вклиниться, поскольку тоже причастен к журналистике и работал в разных газетах в 90-е годы, и в науке в Сибири писал, и в речном пароходстве в газете работал, в университетской многотиражке. Действительно, труд журналиста сейчас поменялся, но вот то, о чем сейчас нам рассказывает Елена, это на самом деле не отсутствие романтики, это профессионализм. Журналист должен уметь в краткий срок сделать прекрасный материал. Это добивается колоссальный труд, конечно, так просто сходу сделать невозможно, но профессионализм нарабатывается, и профессионализм журналиста это именно то, вот чем газета ведомости как раз и отличается, то есть они выращивают этих профессионалов журналистов, поэтому их материал всегда оперативный, всегда интересный и всегда хорошо написанный. на самом деле в профессию нужно прийти с горящими глазами, профессию журналиста в том числе, и ну так получилось, что я вот начинала писать в школьные годы, ну так просто получилось, вот потянуло, потянуло, а потом трудно было уже остановиться, потом был журфак, а после журфака, когда тебе педагоги говорят, что нельзя с холодным сердцем писать, ты понимаешь, что действительно нельзя, и тогда вот желание принести и наполнить эту газету отправляет тебя в какие-то дальние кущи, и можешь оказаться где-то в Джунгарии в горах, наблюдать, как там, где там находится снежный человек, или забраться куда-нибудь на Урал в аномальную зону, потому что ты знаешь, что ты это сделаешь, ну это твой личный отпуск, ну ты обязательно напишешь об этом в газету, без этого ну никак, а еще если ты встретил интересного человека, обязательно о нем нужно написать, поэтому мы в основном пишем, а не говорим, поэтому нам трудно сейчас здесь может быть что-то такое с горящими глазами рассказывать, потому что мы люди пишущие, ну и я немножко про коллегу расскажу, тут сидит рядом со мной замечательный Виталий, который участвует в своей игре, и он еще совсем недавно был за пультом, в прошлом году получается, да? мы показали две недели назад, да, недавно, и причем не первый раз, у него большой в этом смысле опыт, я думала, он сейчас сам про это расскажет, я просто немножко рассказала о нем. на самом деле, я даже не знаю тут о чем рассказывать, просто у каждого есть свои увлечения, не связанные с основным родом деятельности, но для меня вот периодические поездки в Москву на передачу «Своя игра» тоже можно сказать такое увлечение, один раз в 3-4-5 лет вот так вот получается ездить, даже иногда побеждать. Ну а что касается журналистики, я вот тоже, ну, могу сказать, конечно, только за себя, у меня профильного образования журналистского вообще нет, то есть я по первому образованию историк, учитель истории, ну, так получилось, по специальности ни одного дня не работал, когда вот осознал, что в принципе я могу что-то более-менее связно писать, могу, может быть, получить возможность как-то находиться внутри неких исторических событий, следить за историей родного города, которое пишется вот прямо здесь и сейчас, и рассказывать о ней на газетных страницах, вот так, собственно, и произошло мое вживление в журналистику. Сначала в моем родном городе Бийске, где я работал до 2013 года, и вот получается последние семь с половиной лет я нахожусь внутри истории новосибирска, новосибирского законодательства, новосибирской науки, и стараюсь тоже их так вот, как беспристрастный такой летописец фиксировать. Ну, насколько это получается, судить уже читателям. Пожалуйста, еще вопросы можно задать. Можно задать любые вопросы о прессе новосибирской, об истории, может быть, новосибирска. Есть уникальная возможность с уникальными людьми побеседовать, которые постоянно заняты подготовкой очередного номера, работой с людьми, встречами, законодательное собрание, большой объем работы. Сегодня есть возможность спросить вживую о том, может, о каких-то интересных моментах, которые запоминаются в работе в газете, именно в журналистике. Может быть, кратко скажете, коллеги, о каких-то самых запоминающихся событиях, что такое яркое было в вашей работе. уже сказали, да? Я могу рассказывать? На самом деле, журналист это такая разная профессия. Мы же не только в газете, ну вот я сейчас Крамолу скажу, мы не только в газете работаем, потому что у каждого из нас еще есть масса увлечений, да? Ну вот сейчас Виталий рассказал про свою игру. Мы немножко пишем, немножко снимаем, немножко делаем книги, немножко. Сейчас вот Елена Геннадьевна строго посмотрит на меня. Ну такое, вот невозможно человеку, журналисту, который пишет для газеты, участвовать только в одном этом процессе, потому что это всегда захватывает, сама жизнь захватывает, и вообще жить с холодным носом невозможно, да? Всегда что-то интересно. Но единственное, что мы стараемся писать об этом, обязательно в газету приносить, говорить Елена, Геннадьевна, как ты думаешь, возьмем это в газету? Если не в газету, то у нас самостоятельный сайт, на сайте мы делаем больше гораздо, и у нас там совершенно замечательная есть возможность такая, как фоторепортаж. Вот здесь ходил Валерий Панов, снимал, в том числе и вас. Это наш замечательный фотомастер. Сидела скромно Наталья Дмитриева, с которой мы говорили про мою культурную тематику, так вот Наталья, она как раз пишет рецензии, они пошли на задание, просто я думаю, поэтому их здесь с нами нет. И все мы такие, знаете, у нас разные интересы, кроме газет, но газета, это просто вот жизненная, главная стратегия и дорога наша, потому что ведомости объединяет, и сейчас, как никогда, у нас очень сильный коллектив, хотя он всегда был в газете ведомости, но сейчас вот мы все плотнее, плотнее ряды сжимаем, и, конечно, каждый раз хочется сделать самое интересное и принести, и рассказать самое интересное в газету. Вот. Спасибо большое. Ну, давайте, пожалуйста, Светлана, пожалуйста. Спросить, и вас, и нас объединяет то, что мы работаем с текстами, мы, как библиотека, храним эти тексты, понимаем, что надо обеспечить их перевод в цифровую форму, оцифровываем, выкладываем все газеты, преимущество, конечно, вот Советской Сибири, ведомости, и хотела бы спросить, не видите ли вы, ну, естественно, нас все пугают, да, не видите ли вы все-таки угрозу того, что вот печатном формате газета может не только ваша вообще газета, вообще журналистика может вот в будущем, может быть, через 10, может быть, через сколько-то лет перестать выходить, все-таки все уйдет в цифровой формат, потому что с одной стороны есть теория, что и печатных изданий издается все меньше, тиражи уменьшаются, удобнее читать в любом формате, в мобильном, в цифровом, а с другой стороны мы, сталкиваясь с читателями, мы видим, что при всем том, что мы предлагаем почитать в электронном формате, мы даже купили большие экраны, позволяющие очень комфортно читать оцифрованные газеты, люди все равно говорят, дайте мне в бумаге, и там уже есть проблема, потому что некоторые газеты у нас настолько истертые, и считанные из ветхи, что мы их вынуждены изымать из обращения, говорят, нет, нет, не можем, и тогда приходит в кабинет директора и упрашивает, ну мне-то, пожалуйста, я исследователь, мне надо, мне надо, мне надо. Вот ваш просто вот такой вот взгляд в будущее, образцов в будущее, что будет с бумажной газетой в перспективе в будущем? Ну мы шутим, что нам до пенсии хватит, а вот вопрос этот отличный, безусловно, процент людей, отвечающих на него, каждый год сейчас будет пеняться, и вот я бы нашим ребятам его и задала, как вы думаете, интересно читать человеку газету в бумажном виде, либо все, это уже вчерашний день, проще быстренько на телефоне глянуть новости, мне интересны их ответы, потому что мы-то люди, да, бумажные, привыкли газету держать, вы бы как вот ответили? Вообще интересно, как вы поддерживаете аудиторию, ну, что касается меня, мне удобнее на бумаге читать, но я замечаю, если честно, что все труднее жить бумажным изданием, я работаю в журнале, и все сложнее искать, но я замечаю, что рекламодателей все меньше, все меньше нужно бумажных журналов, много аудитории приходит на сайт, я бы хотела, чтобы вы рассказали, как вы поддерживаете интерес читателей, как привлекаете новых? Безусловно, новые читатели это сайт, да, это сайт, то есть там наращивается аудитория именно там, то есть тиражи газетные с Лондона расти не будут, тиражи будут только сокращаться, это будет, знаете, такое элитное занятие полистать газету для гурманов, вот так скажем, то есть вот этих массовых тиражах 100 тысяч, 50 тысяч, мы даже по своей газете видим и 20 и 30 и 40 тысяч были тиражи, они же продавались, то есть их выпускали не для того, чтобы их выпустить и поставить, а для того, чтобы их продать, то сейчас 10-13 тысяч, чтобы их именно продать, вполне достаточно, а я думаю, через год-два будет достаточно 6-7 тысяч, а в итоге, может быть, это будут тысячи, экземпляров газет вот просто для гурманов, для гурманов, остальные будут все и люди нашего поколения будут спокойно читать на сайте и на смартфоне кому где удобно, поэтому я не думаю, что долго будут газеты еще жить, но нам до пенсии хватит. Тогда у меня следующий вопрос, этот вопрос возник неожиданно и возможно он даже будет звучать немного провокационно, но хотелось бы у вас узнать ответ, как от профессионалов прежде всего. Вы же понимаете, что мы сейчас живем в мире огромной информации, причем она всякая разная, но, к сожалению, сейчас эта информация порой не всегда достоверная и правдивая, к сожалению, даже порой историю переписывают. И вот тогда вопрос соответственно к вам, может у вас есть какой-то метод, как вы определяете, правдива ли эта информация или какая-нибудь ложная? Шикарный вопрос, надо подарок уже вручить сразу. Вопрос подбора экспертов, подбора и работы с экспертами и с источниками. То есть мы же не занимаемся, видишь, информацией мировой, то есть мы не предлагаем нашим журналистам какую-то научную гипотезу, да, общемирового масштаба, пойти и найти здесь доказательства, да, ее истинности либо ее ложности. То есть мы оперируем все-таки информацией общественно-политического характера, не научной информации, в этом смысле мы от ученых, конечно, отличаемся. То есть журналист не будет претендовать на то, что вот он сейчас что-то докажет, да, с помощью даже экспертов, но мы можем рассуждать на любые общественно-политические темы. Если ты выбираешь экспертов и ты рассказываешь читателю, кто этот человек, да, что, вот он историк, он специалист по определенному периоду, он по этому имеет право своей работой, своим трудом, своим именем рассуждать и все-таки говорить, что его сейчас оппозиция будет истинна. Вот. Если речь идет о каких-то психологических моментах, то же самое. Ты ищешь эксперта и не одного, которые, опять же, завоевали себе репутацию и также спрашиваешь их мнение. Это в любом вопросе так. Будь то краеведение, да, у нас очень мощные материалы по краеведению, мы всегда предлагаем порассуждать на тему улицы, дома, не знаю, истории там какого-то городского здания исторического, например, Константину Голодяеву, который тоже скромно там сидит. И он знает, что ведомости выслушают его, напишут, обязательно еще кого-нибудь спросят, тоже напишут, и у читателя будет представлена позиция опытных людей, уважаемых людей, профессионалов в своей сфере. Сам со своими какими-то выводами, да, не Марина, наверное, не полезет в строительство самолетов, хотя она может написать блестящий материал о том, как самолетостроение сейчас развивается, но она привлечет экспертов, которым смогут доверять читатели. Кого-то из экспертов мы просто не доведем до читателя, мы не покажем, то есть если нам будет складываться ситуация, что сыроват этот эксперт еще, не готов он рассуждать. Что касается политики, так тут у нас вообще милое дело, у нас же депутаты представляют самые разные партии, поэтому тут ради бога, хоть зарассуждайтесь, партия такая-сякая, что вы считаете, читатель посмотрит на ваши позиции по тому или другому вопросу, сделает сделает. Разрешите я небольшой комментарий дам, как историк, который занимается как раз тем, что проверяет всю информацию. В газетах есть информация двух типов. Есть сообщение о фактах, то есть журналисты описывают, вот он побыл на таком-то заседании и описывает, что там говорили. И есть информация, которая касается мнений, то есть человек высказывает свое мнение, ну допустим, об общественно-политической ситуации, свои впечатления о культурном каком-то событии, свои впечатления о спортивном мероприятии, свое мнение. Это тоже интересно будущим историкам, потому что мы изучаем, допустим, срез общественных настроений в какую-то эпоху. А как вот люди, допустим, относились, будем изучать к строительству ледовой арены и станции спортивной. Ведь самые разные мнения, да, вот в газетах излагают. Но нам интересен как раз историкам весь спектр мнений этих, что горожане это неоднозначно относились к этому событию. Одни критиковали вот по таким-то причинам, другие наоборот говорили, смотрели в будущее, что вот позиция депутатов есть, вот позиция у нас есть, допустим, губернатора и чиновников, которые излагают свои аргументы. И потом историку, и чем хорошо, когда в газете даются самые разные мнения и позиции, тем, что можно уже сопоставлять и своей головой над ними работать и думать. Ну, а что касается фактов, которые сообщает газета о событиях, то эти факты безусловно проверяются, потому что ни один главный редактор не пропустит факт, который очень сомнительный с точки зрения его реальности, что в Новосибирске опустилась какая-то летающая тарелка. Редактор десять раз подумает, в какую рубрику поместить. Рубрику курьезов и фильеттонов, да, или шуток, где это может быть уместно, или все-таки это на первой странице будет событие. То есть здесь еще есть и журналисты, газеты это ведь не только журналисты, это корректоры, это главный редактор, это фотокорреспонденты. Вот фотографии, сделать хорошие фотографии, кстати, тоже очень сложно, это большая работа, большой профессионализм. И ведь мы можем посмотреть, вот они фотографии в газетах, они тоже являются источником своеобразным, кто с кем встречался, кто там с кем разговаривал. Вот мероприятие, оно зафиксировано именно в фото такой летописи. Оно больше вызывает доверие, потому что это не фотомонтаж, это событие. Вот таким образом, даже реклама интересна, что в разные эпохи рекламировали. Вот посмотрите, что в 90-е годы рекламировали, в 2000-е, и что сейчас рекламировать, ведь совершенно разные вещи, разные стратегии подачи информации, подачи рекламы, и описание того, что, о чем рассказывают, и что пытаются там продать или предложить. Это тоже интересная история рекламы, это, безусловно, еще один интересный пласт. И газета как раз позволяет, вот реклама объявления, посмотрите, новосибирские газеты с начала прошлого века, с 20-го, вот какие объявления, что там было, и что сейчас. Вот сейчас вы не найдете в газете, что в городе продают дрова, и там с доставкой извозчика на дом, а ведь в начале века об этом писали, что извозчик привезет вам и доставит лес там, сколько угодно дров. То есть это разные истории рекламы и разные события. Самые разные, безусловно, текущие, ну вот о демократии, о феврале, о каких-то важных событиях, вот выступления депутатов, вот интервью Егора Легачева, тоже же интересно, это мнение, допустим, узнать, вот как он формулирует свое отношение к какой-то теме. Но историкам они работают и с другими материалами, мы можем сказать, вот он здесь скрывает что-то, он не хочет говорить вот об этом, хотя на самом деле вот другие документы, они позволяют нам реконструировать. Но этим и интересна газета, что она дает нам вот этот срез общественно-политической жизни города в какой-то исторический момент. Я вот по долгу службы общаюсь с вашей газетой, ну, постоянно, с каждым номером. Я аннотирую ваши статьи для нашего краеведческого каталога областной научной библиотеки. Вот. И практически в каждом номере и Марина Шабанова, и Литая Солову. Но сейчас мне вот интересно как раз вопрос Литая Солову по поводу своей игра, вот участия в этой игре. Мне, знаете, что интересно? В основном, я слежу за этой игрой и вижу, что там в основном представлен центральная Россия и Москва, Питер. Эти обязательно, практически в каждом выпуске они есть. Или и Питер и Москва, или отдельно Питер и Москва. Ну, а наш регион, сибирские регионы, в том числе наша Новосибирская область, крайне редко. И вот мне очень интересно, как вы попали туда и как вообще этот проходит механизм отбора в эту свою игру. Если можно на этой передаче услышать это, ваше увлечение. Конечно, конечно, пожалуйста. Я попадал туда в 2006 году. Я не очень представляю, как сейчас этот отбор происходит, но тогда он проходил в два этапа. Сначала после отправки им письма с заявкой, через какое-то время был телефонный звонок из редакции, задавали примерно около 20 вопросов на разные темы. Тоже телефонный отбор такой. После этого уже, если редакционную команду удовлетворяют эти ответы, они приглашают к себе в студию по три человека на очный отбор. И между ними проводится игра по тем же самым правилам, что и в телевизоре. Просто в такой уютной комнате за столом обычным. То есть в такой обстановке там они уже просто смотрят на людей, как они себя показывают, насколько на них будет интересно смотреть. То есть там неважно победишь своих соперников или нет, просто смотрят насколько ты будешь интересен в телевизоре. Исходя из этого они могут или всех троих признать годными или всех троих даже негодными. То есть вот так. А вот еще у меня вопрос от вас не требуется никаких там вопросов допустим для того, чтобы потом они используются в этой игре предоставлять. Я почему спрашиваю, что вот я не помню в каком это году, но на этой своей игре был вопрос по поводу проекта здания нашей библиотеки, которая вот в форме стопки книг. Это вот был, я не помню какие это годы, но это было исправление, если можно так сказать, Толоконского. Вот тогда вот нам обещали построить новое здание нашей областной научной. Да, и был проект, и писали в газете его, и он в этой игре прошел, вот его там представили, и что мы вот это такое. Это вот не наши туда это посылали, также еще про мышь нашу, мышка наша, которая плетет ДНК. Тоже был вопрос вот в этой своей игре. Нет, на самом деле там, насколько я знаю, в принципе, редакторская группа мониторит разные сайты, забывает оттуда интересную информацию и формулирует вопросы. Ну, кстати, процентов на 90-е то редакторская группа состоит из бывших игроков. А, ну, все понятно. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос нашего известного краеведа Константина Артемовича Голодяева. Да, у меня не вопрос, собственно говоря, я хотел немножко рассказать о газете ведомости, моем к ним отношении. Вот сейчас Лена здесь говорила уже, что у нас хорошие отношения с газетой, и сейчас, да, у нас с газетой такая любовь, и я читаю эту, подписан на разных подписках на эту газету, читаю ее материалы, иногда даже что-то там критикую, подсказываю. Если что-то неправильно, журналисты обращаются ко мне за комментариями, но начиналось все не так, начиналось все совершенно противоположно, и это было начало 91-го года, сами знаете, какие годы, там у меня была и личная неприязнь, хорошее слово, хорошее, причем, я прочитал его в документе 1708-го, не дружба, 1708-го года, не дружба была у меня с Алексеем Наточем, который до этого работал в Совсибири, и в 88-м году буквально полосу посвятил, где вот в этом многословии, которое тогда разрешалось, прозвучало раз пять или больше, эх, Костя, Костя, эх, Костя, Костя, и, ну и сами понимаете, газета практически была партийная, облсовет, так даже мы назывались, да, и возглавлял его муха, и это не любовь к мухе еще, и все это, я сразу эту газету не принял, вот я ее сразу оттолкнул, и, но все равно уже через год, в 92-м, получается, году, весной, я опубликовал небольшую заметку уже на страницах ведомости, она касалась как раз вот происходящего в этом зале, в 92-м году, по-моему, у нас образовался или проводил очередное заседание национальный клуб украинцев, он так как-то и назывался ласково просимо, и вот они здесь в этом зале проводили, тогда зал совершенно по-другому выглядел, проводили свои мероприятия, и вот эту заметку о том, что вот произошло такое мероприятие, я в 92-м году опубликовал весной на страницах ведомостей, и здесь же помните еще, вот никто не упомянул сегодня, как ведомости пережили путь, это 91-й год, август получается, они уже существуют, они под партиями, они под мухой, естественно, вот если вы возьмете этот первый номер, вы видите, что газета ведомости поддерживает путь, поддерживает, у мухи вообще был с Ельцином большой скандал, если вы знаете, и все это вот соответственно отражается на страницах газеты, ну и вот, честно говоря, это сейчас газета любимая и уважаемая, а вот в начале ее деятельности ей было очень тяжело, очень тяжело, потому что она была вот партийной, и сегодня, говоря о свободе слове, правда, что ее практически уже не осталось, а та, что осталась, она не в еженедельник, чем хороший еженедельник для журналиста, что это не требует ежедневной работы, безусловно, но это не требует ежедневного выплескивания информации, когда ты не обдумав, когда ты не сопоставив, не сравнив, не узнав экспертов других источников, вынужден давать информацию, это существует сейчас в интернете, в различных новостных сайтах, бумс, а потом ляпс, и так далее, вот здесь очень продуманно получается материал, который мы, собственно говоря, видим, в этом большой плюс для еженедельника. Ну и остается, а кстати, да, что-то хотел сказать, да, по поводу печатных газет, печатных материалов, да, не зря Светлана Антоновна говорила, что люди просят печатные материалы, а не цифровые, купи. Понимаете, вот для исследователей это очень важно, это, ну допустим, раньше, когда ты новую свеженькую открываешь, это запах типографской краски, это ни с чем не сравнивает, когда ты открываешь старую газету, здесь уже пыль, и тоже какой-то присутствует книжный запах, который, он вот способствует, способствует мысли, ты начинаешь мыслить по-другому немножко, когда ты чувствуешь вот этот запах, архивный, блядечный, это очень важно, цифрового ты такого не поймешь, потом, ну элементарно, ты же не можешь сесть дома в кресло развалиться, взять чашечку кофе, включить перед собой монитор и читать газету, да, другое дело, когда ты ее перелистываешь, ты слышишь шелест страниц, это вкусовые вещи, которые, как кофе, шоколад, острые перцы, прочее, прочее, их не отнять, поэтому я думаю, что вот если останется тысяча тираж у газеты, да, в эту тысячу я должен буду ходить. Спасибо газете за то, что она есть, за то, что она работает, за то, что она делает прекрасные, на самом деле, материалы, обдуманные, не надо нам скоропалительности, обдуманные, интересные, актуальные, и, кстати, у вас когда следующий выход? А среда когда? Не скорая, да? Сегодня же в облсобрании, как он сейчас называется, сейчас же знаменителенщее событие сегодня произошло, на локте в прокуратуру подали, как вы будете это освещать? Спасибо. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим наших уважаемых коллег, которые делают большую работу, чтобы информация о событиях, которые происходят в нашей стране, в нашем городе, была известна всем, пожелаем им творческих успехов и всего, наверное, самого наилучшего. И ближайшие еще 20 лет, чтобы мы 50 лет встретили вот в этом зале. Спасибо всем. Я думаю, всем вам было интересно, что вы не зря потратили время, пришли к нам, послушали такой чудесный разговор, теплое такое отношение к газете. Мы почувствовали вот все сегодняшние встречи, вынесем. И я считаю, что действительно профессия журналиста все равно это романтика. Это многочисленные встречи, это многочисленные поездки, это новые впечатления, которые мы можем передать, вот вы можете передать нам на страницах вашего сайта, пусть будет газеты. И я думаю, пусть она останется бумажным, это будет раритетом. Мы будем это хранить, листать и беречь для будущих и будущих поколений. Спасибо вам всем большое. Спасибо.